Мне кажется, что все уже, знаете, так вот соскучились за эти 15 минут по нас, правильно, вот чтобы ты знал, даже вот с точки зрения русского языка. По нам, Валерия. По нам, по нам, скучать по вам. Серьезно? Да, вот так вот. Сколько открытий сегодняшний утро. Есть какие-то моменты, которые я знаю, а ты их не знаешь. Так что, вот все по нас соскучились, а мы пришли, и мало того, мы пришли не одни, а с нами наша обещанная Элли Лил, она же Лиза. Доброе утро. Лизочка, доброе утро, спасибо, что пришла, мы ждали. Как удалось добраться до нас, без проблем сегодня в понедельник? Проблема вообще отлично, очень близко я здесь живу, рядом. А, слушай, ну как это судьба? Ты можешь вообще ходить к нам так? Мы тоже так решили, что это судьба. Кофеечку раз вместе попили и разошли. А ты вообще во сколько встаешь нам просто, чтобы графики согласовать? Ну, я рано. Рано? Могу вообще очень рано. Например? Ну, могу в 6, могу. В 6. Мы в 4,50, мы просто всем хвастаемся, мы в 4,50 стоим. Да? Да. Ну, я еще так не пробовала, но могу начать. Ну, ничего, да, мы все вместе как-то скооперируемся, вот это вот. Люди ходят, как у них называется вот это, когда с палками? Скандинавская. А, скандинавская. Шведская, это другое, да. Не особо ходок, поэтому. Слушайте, друзья, но мы сегодня хотим сказать, что у нас будет сегодня премьера. Да. У нас будет премьера клипа на песню «Пылью», правильно же все? Да. Это примерно в середине часа, так что ни в коем случае не пропустите. И, Лиза, ты же обещала нам еще и спеть сегодня. Да, я вам спою. А это тоже произойдет совсем скоро. Давайте начнем с самого начала. Да. Прям вот совсем издалека, прямо из детства. Мы почитали, мы готовились и поняли, что ты стала петь чуть ли не с четырех лет. Да, это верно. Где-то мы вычитывали. Насколько это правда, насколько это отображает действительность? Это правда, это отображает действительность на сто процентов. Я начала петь, ну, раньше даже, но заниматься в четыре года. Я начала в клубе авторской песни в своем родном городе «Сергеев Посад». Слушай, подожди, но это вот тот самый случай, когда ты такая маленькая, гитара больше тебя, и ты ее вот этими хрупкими пальчиками. Да, она была три четверти. Вот. Да, она была небольшая, по-моему, специально мне делали, и я училась играть. В пять лет я уже хорошо играла. Скажи, пожалуйста, откуда вот такой талант прорезался? То есть это мама повлияла, папа, бабушка, корни какие-то у тебя вот там? Я думаю, что все сразу, и бабушка, и мама, и папа, и корни, и вообще все, все шло к тому. Ну, я не знаю, так получилось. Но у тебя семья музыкальная? Нет, вообще никто не... Ну, мама умеет петь, бабушка умеет петь, но в целом нет. Ну, это такой случай, когда вот они там за пельменями, да, то есть какой-то застолье готовят, и на кухне прям, ой, ты стейп широк. Ну, типа того. Типа того. Да, Лиза, не обращай внимания, Валерий любит покушать, поэтому про пельмени, про пироги, вот так сегодня тема будет звучать. Я не ем шоколад уже практически три недели, хвалите меня, да. Слушай, Валерий, хвалим уже. Лиза, скажи, пожалуйста, а вот по поводу родителей, да, они как-то не способствовали твоим занятиям музыки, или все-таки говорили, вот многие артисты рассказывают, что вот мне родители говорят, только не артист, только не музыкант, потому что тяжелая профессия, денег не заработаешь, это все сложно пробиться и так далее и прочее, да. Как все это у тебя происходило? Ну, так и было, но всегда меня поддерживали в любом случае, ну, как хобби. Хочешь – пой, хочешь – не пой, твое дело. Но мне покупали музыкальные инструменты, мне позволяли заниматься этим, сколько я хочу, но не в ущерб учебе. Так, я думаю, что все-таки мы подробнее сейчас все-таки расспросим, как там вот этот рывок произошел к славе и успеху, но пока надо прерваться. Да, и мы напомним, что если у вас есть вопрос, пожалуйста, так задавайте прямо сейчас для Элли Лилы, ну, для Лисы будем говорить, да. У нас есть средства связи, они прежние, плюс 7909-928-189, это WhatsApp и Viber, и что еще? Специальный пост в нашей группе ВКонтакте. Есть это? Конечно, он прикреплен сверху, очень легко его найти, друзья, так что добро пожаловать, это Страна.ФМ. Будь с нами, Лиза, рассказывай нам все самое интересное в своей жизни, очень хочется еще так вот, знаешь, по биографии тебя погонять, но мы должны заявить зрителям и слушателям, что огромное количество событий в твоей жизни сейчас происходит, и всеми этими событиями ты готова с нами поделиться. Например, у тебя же вот прям вот в апреле вышел новенький, свежайший, а может, первый альбом? Да, первый, он вышел почти две недели назад, даже не в апреле, 11 мая он вышел. 11? Да что ж такое, это вот я так, ну, не обращай внимания, со мной бывает, да. Да, да, я свое имя помню, это уже большая заслуга. Да, по поводу альбома. Альбом. Какая-то у него есть история такая, знаешь, предыстория, что этот альбом, он не просто на пустом месте, какие-то песни нахватал и все, а что у него есть линия, когда ты идешь от тьмы к свету. Ну, типа того, да, концепция существует, но я вообще люблю всякие концептуальные штуки. Вот, ну, в принципе, все песни, которые я пишу, это как личный дневник, я просто рассказываю о своих переживаниях, и поэтому все песни, ну, если их хронологически выстроить, то это будет история. Так случилось с моим альбомом, вот, и в итоге я пришла к тому, что у меня все в жизни хорошо, поэтому я из тьмы пришла к свету. Слушай, а получается, что все песни в этом альбоме, это все твои авторские работы, да? Да, 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 мои совместно с музыкантами и с моим продюсером. Для тебя это важно, чтобы это был твой материал, а не не сторонний каких-то других музыкантов, авторов? Да, безусловно, безусловно, очень важно. Ну, я люблю петь чужие песни, если они мне очень нравятся, но я не могу почувствовать то, что чувствовал человек, приехать написать. Лиз, ну вот сейчас же прозвучит твоя же песня. Моя, да, моя песня. Давай представим как-нибудь всем слушателям и зрителям телерадиоканала «Страна.ФМ» и начнем уже. Живое исполнение у нас в эфире, друзья. Песни не отпускай. Готовы? Да. Ну, давайте поехали. Ты в моей груди, я не могу дышать. Не верила в любовь, но мне не убежать. Я так хочу летать, так что держи меня. Ты главный интерес, кручусь вокруг тебя. Не отпускай меня, даже на мгновение, я украду тебя. Это преступление, не обмани меня. Я же не для этого, я полюблю тебя больше, чем себя. В мою игру играй, представь, что ты умеешь. Закрой мои глаза, мне станет сразу легче. Веди меня с собой, твоя рука мой спутник. Я знаю, что ты мой, твои глаза не врут мне. Не отпускай меня, даже на мгновение. Я украду тебя, это преступление. Не обмани меня. Я же не для этого, я полюблю тебя больше, чем себя. Не отпускай меня, даже на мгновение. Я украду тебя, это преступление. Не обмани меня. Я же не для этого, я полюблю тебя больше, чем себя. Вау. Элилил у нас в гостях сегодня. Лиз, большое спасибо. Слушай, это была личная история какая-то вот в этой песне, которая была нам пропета вся. Да, личная. Слушай, какой приятный тембр голоса. Спасибо. Я бы назвал это интеллектуальной пуп-музыкой. А я знаю, что анализирую. Я просто тоже биографии вычитала. Я вот в тексте где-то нашла какие-то моменты, мне показалось, что что-то такое вдохновленное Земфирой, а в голосе я нашла Флоренс Энда Машин. Вот серьезно. Прямо, знаешь, как-то все... Валерий, какие глубокие познания. А ты, Валерий, я тоже слушаю нормальную музыку. Лиз, скажи, для тебя важно, чтобы вот в той песне, которая потом получается, да, выходит из твоего пера, была какая-то совершенно реальная прожитая тобой и история твоей жизни, или там, часть твоей жизни? Или ты можешь это придумать из ниоткуда, такой образ, который... Может быть, как сюр? Ну, нет, не выходит. Я мечтаю об этом. Я очень хочу попробовать начать писать просто какие-то истории. Без привязки к собственной жизни, да? Ну, пока не получается. Слушай, а может быть, и ты к лучшему? Потому что получается ведь абсолютно на 100% искренне и правдиво. Ну, да. Потому что это лично пережитые тобой все. Ну, бывает так, что когда я потом слушаю или исполняю песню, я ничего не чувствую, потому что я перестала это чувствовать. Ну, какие-то эмоции, связанные с этой песней. Ну, тоже такая, знаешь, некая психотерапия написала бы. Ну, да, ну так и есть. Я поэтому это и делаю. Так поэтому и плюс чувства уже прошли, а песня осталась. Слушайте, а песня мало того осталась. Насколько я знаю, что это прям вот такой хит-хит, и он поднимался в iTunes очень высоко, и очень хорошо зрители и слушатели его приняли. На десятой месте даже. А, кстати, слушатели пока еще, потому что клип ты еще только снимаешь. Да, клип мы сняли на майских праздниках, на эту песню в Израиле. Вот, и он выйдет, я даже не знаю, когда он выйдет, ну, потому что сейчас вышел только клип Пылью. Ну, а ты вот, нет, клип Пылью-то мы сегодня посмотрели. Ты нам скажи про эту песню, там как-то у тебя, знаешь, там паралям, или просто ты ходишь, пейзажи красивые. Ой, там вообще такая история, она очень сложная, там пока непонятно, но, в общем, я буду держать это в тайне. Понятно. Там пока непонятно, все понятно. Нет, там есть история, есть идея, но нужно, чтобы режиссер ее довел до конца, до ума, и тогда можно будет уже что-то говорить. Вдруг что-то не выйдет, а я сейчас расскажу. Не-не-не, выйдешь, мы уверены в этом на 100%, будет повод прийти к тебе к нам в следующий раз уже и, собственно, посмотреть этот клип. Друзья, ненадолго прервемся, у нас в гостях Эли Лил, доброе утро, пару минут перерыв, и мы снова в эфире. Эли Лил у нас в гостях на телерадиоканале Страна ФМ, Влад Кутузов, Валерий Майор. Кстати, вот по поводу Эли, да, вот мы тут путаем, доброе утро, Лиза, и мы говорим, Лиза, а почему вот Эли, да, ты же вроде как Лиза, а там оказывается целая история с этим связана. Меня зовут Елизавета, ну, полное имя, да, и я была маленькая, была в Англии, и мне очень хотелось купить кружку себе со своим именем, а не было. Ну, не Лиза, не Элизабет, мне вообще ничего похожего. Очень странно, у них же там королева, в конце концов. Ну, вообще, меня так это бесило, и вот самое ближайшее, что к своему имени я нашла, это было Эли. Ну, я подумала, там, Елизавета, Эли, вот, я купила эту кружку, а потом мне нужна была почта, и я такая, и я создала себе почту Эли Лил, Лил, потому что маленькая, и все, и вот уже 10 лет я Эли Лил. Слушай, надо же, мы-то думали, что это какой-то такой, знаешь, продюсерский ход, там, да-да-да, оказывается, это прям так с тобой всю жизнь органично и переплетается. Кстати, вот по поводу детства, ты сказал, что в 12 лет ты уже написала первую свою взрослую песню, ну, то есть... Ну, не, ну, я не взрослая, конечно, была, но это была первая моя песня. А о любви? Нет, она была про поиск себя, она там как-то так была, что-то типа... 12 лет! Девочка-девочка куда-то там шла, одна домой, что-то такое. Рано ты себя искать начала. Я начала себя искать, на самом деле, тогда вышел сериал «Ранетки», и как-то все писали, мне кажется, песни, и я не стала исключением. Ну, то есть можно сказать, что «Ранетки» тебя тоже... Ну, не-не-не-не-не, нельзя так сказать. Ну, хорошо, но и не будем. Ну, классный был сериал вообще, они прикольные. А ты помнишь вот эту свою первую песню сейчас? Надо соврать и сказать, что нет. Ну, я помню, да. А вот какое твое к ней отношение, вот ты расцениваешь ее как... Лучше забыть или прям нормально А мне вообще не бывает стыдно за то, что я писала У меня всякое бывало в жизни Ну, песня как песня, и отлично Мне было 12 лет А некоторые такие в 40 поют, да, иногда? Я к тому и говорю, что в 12 лет человек все-таки пишет одно И потом чуть-чуть повзрослев Он понимает, что, ну, конечно, это было детское Ну, я просто смотрю как на какой-то свой жизненный опыт В 12 лет я об этом думала В 16 об этом И так далее А сейчас ты о чем думаешь? Ой Блин, так много мыслей Одновременно, чем старше, тем сложнее На самом деле А, нам-то как сложно, нам-то уже, у нас уже и суставы болят Серьезно, что ли? Абсолютно Слушай, Лиза, ты сказала, что совсем скоро у тебя будет сольный концерт Да, 24 мая в Жизнь Пи Приходите обязательно В 20.00 я вас буду ждать В Жизнь Пи 20.00, то есть Сегодня у нас 21-й, то есть буквально через 3-й Да, в 4-й Это будет презентация альбома Да, ну, хочется как-то подробнее Помимо того, что презентация альбома Там вот ты, там будешь одиноко с гитаркой сидеть? Или прям вот музыканты? Нет, конечно, музыканты, плейбэки Я, и не только я, я думаю, что все будут Будет очень весело, будет много людей Это еще мой день рождения Вот Вот, да Именно в этот день Да, именно в этот день С наступающим, говорят, нельзя поздравлять с днем рождения Спасибо Мы не поздравляем с днем рождения, мы говорим с наступающим А, ну, окей, если так, то да, то возможно Поэтому это будет такой праздник Праздник в честь альбома Праздник в честь моего дня рождения А торт-то будет у тебя? Наверное Наверное Лиза торт обязательно нужен Хорошо Ну, на торт заманиваются вот ведущие В телевизоре Особенно Валерию Майерову Да, не будем показывать пальцем, но это была она Друзья, еще раз напомним Если у вас есть вопросы для Лизы, пожалуйста, оставляйте их в нашей группе ВКонтакте Там вот в комментариях можете оставлять Это, во-первых, во-вторых, ватсап и вайбер, плюс семь, девятьсот девять, девятьсот двадцать восемь, один восемьдесят девять и девять Ну и напомним, что совсем скоро У нас премьера клипа под названием «Пылью» Элли Лил Да? Все правильно же? Да Скоро услышимся, будьте здесь, это «Страна.ФМ» Один на всю страну, телерадиоканал «Страна.ФМ» С утра пораньше вам раскрывает талант Элли Лил, она же Лиза у нас в эфире Доброе утро Доброе утро, да, ну давайте говорить о музыке Ну подожди, почему о музыке? Подожди, тут музыка, она тесно очень связана с жизнью Например, Лиза, у нее как все было? Вот она писала свои песни, писала, писала, хорошо все у нее получалось Даже там мурашки у кого-то бегали по туловищу Потом Лиза поступила в институт на пиарщика, учится-учится А потом вдруг произошло событие, которое разделило ее жизнь на до и после Ну-ка, Лиза, рассказывай, что это было Да, я вообще с пяти лет каждый год отдыхаю в Крыму И вот Крым, это мое любимое место на земле, Ялта И в этом году, за несколько часов до моего отъезда домой Я случайным образом встретила моего продюсера Наталью Симакова Вот А при каких обстоятельствах? Случайно на балконе вообще Слушай, вы случайно на балконе? Ну не на балконе Слушай, а часто можно выйти на балконе и встретить продюсера? На балконе, в таком общем, от гостиницы Вы до этого не были знакомы вообще, да? Нет, я не знала, кто это Нет, точнее я знала, кто это Потому что я, когда вышел клип «Нежность» группы Мачете Гуглила, как выглядит жена Ярослава Малого Вот, и я знала, что Ну как бы, когда я ее увидела, я не поняла, что это она Вот, и она говорит, ну ее там Она с моим братом разговаривала с младшим А у моего брата младшего, значит, были песни мои на телефоне Он единственный, кто их слышал до Наташи Вот, и он ей показал И она записала это на диктофон И взяла у него мой номер телефона То есть, получается, брат себя так продвинул Да, мой младший брат, мой любимый младший брат Молодец какой Вот, да, и через три недели она мне позвонила Когда она с фестиваля, который она делала в Крыму Вернулась в Москву и говорит, давай встретимся Я так, ну давайте, здравствуйте Я испугалась Вот, но все Слушай, хорошо случилось Волшебная история Абсолютно сказочная история Она сказочная, и в мечты надо верить Я хотела этого, я это получила, потому что я в это искренне верила И желала Слушайте, вот правда ведь говорят, да, вы просто чего-то хотите А вселенная сама все строит Да, конечно, запрос вселенной Это самое лучшее Как так могло быть, получится, что младший брат Разговорился с незнакомой девушкой Показал ей песни, и вдруг все так закручилось Тем более, что существует огромное количество людей Ты их наверняка встречала много раз Которые, да ничего не получится, да все уже куплено Да это невозможно, там продюсеры Все тут за деньги и так далее и прочее Вот если вот есть среди вас такие, пусть вам стыдно сейчас будет Лиза, скажи нам, пожалуйста Или у нас уже клип будет совсем скоро А сколько у нас до клипа остается времени А еще, да, есть время Хотела спросить, все-таки ты же наверняка ориентируешься на кого-то Очень интересно Ты ориентируешься на наших каких-то артистов Не будем говорить про кумиров, да, это не очень хорошее слово Но просто вот людей, которые ты очень уважаешься Нет, в России очень все классно Но в андеграунд области Я люблю рэпчик русский, очень сильный, там скриптонит и все дела А вот поп-сцена меня не очень впечатляет Я за ней не слежу, ничего сказать не могу Есть прикольные какие-то штуки Ну вот там, я люблю западные Там Селену Гомос, Дуалипу, но они классные Они классные, никто не поспорит вообще Ну просто они во всем классные И в музыке, и в том, как они себя несут И клипы, и вообще все Слушай, ну такой еще интересный момент Бывает так, что артист, он когда сам по себе Вот он пишет, что хочет, из души идет А когда он встречается с продюсером Продюсер говорит, слушай, ну это все классно, конечно Но вот так вот модненько Вы совпали со своим продюсером на 100% Или все-таки приходилось где-то тебя ломать И говорить, ну ты просто со стороны посмотри Ну это же вообще ни в какие ворота Я вообще, да, я же гитариста Я писала такую очень своеобразную музыку Ну и Наташа тоже любит музыку, не поп И мы как-то пришли к консенсусу Что нужно делать поп, который нас будет устраивать Это было первостепенным, чтобы мы делали продукт За который нам не будет стыдно, который мы будем сами слушать Пусть там я не стала бы это слушать просто сама Ну не обратила бы внимания Но если мне вдруг показали, мне бы это понравилось И вот это была наша задача, мы это сделали Мы слушаем альбом, мы им довольны При том, что это не та музыка, которую мы слушаем в повседневной жизни А ты знаешь, вот так интересно Вот у нас Влад Кутузов, он музыкант Он такой серьезный, со стажем Он поэтому от моих песен-то у него уши вянут Периодически И он, между прочим, продюсер Когда он послушал твою песню Он сказал, что это вот прям такая интеллектуальная поп-музыка Спасибо за пиарчик, говорили А что, я больше слушаю Слушай, ну на самом деле, все то, что я слышал у тебя Буквально пару-тройку песен, звучит правда круто Спасибо огромное, я очень приятна Это мнение обычного слушателя просто Через уши которого проходит там много разной музыки всякой Слушай, ну вот получается, первый альбом Сейчас вы, значит, запремьерили Несколько клипов снимете, концерт отыграете А потом то что? Потом будешь отдыхать? Вот как-то по корпоративам корпоративить? Да непонятно пока Но мы сейчас дальше песни записываем Пишем, репетируем Планируем много всего То есть второй альбом, он не за горами? Ну не знаю, насколько он не за горами Но он делается в любом случае И там будем потом Валерия, подождите, только две недели назад вышел первый альбом А еще даже двух недель нет Еще двух недель даже Моя лучшая подруга мне недавно позвонила и сказала Когда ты пописешь второй альбом? Я уже не могу это слушать Дослушала, да А мы еще, нет, нам не надоело Кстати говоря, у нас же сейчас прям премьера будет Да, абсолютно Вера, Лиза, объяви, пожалуйста, свою собственную песню Прямо сейчас на стороне FM Мы уже запустим клип Клип или песня? Клип же у нас будет Клип будет Клип, крипью Эли Лил, премьера Режиссер Игорь Шмелев и Наталья Симакова И там в клипе еще ее дочка, Мишель Вот, очень хорошо Все, друзья, поехали Давайте смотрите, слушайте Прямо сейчас Эли Лил Песня под названием «Пылью» Примеры клипа на телерадиоканале «Страна FM» Все будет хорошо сейчас, Лиза Все будет отлично Доброе утро Я сломала себе сердце И скривила вектор жизни Я кричала, но никто не слушал Я молила, но никто не видел Я осталась в комнате без окон Я упала с высоты Парижа Я просила помощи у Бога И я верю, Он меня услышал День, когда я проросла из пепла Ночь, когда впервые я уснула Ночь, когда впервые я уснула На утро вещи стали пылью Жизнью теперь считаю пылью Пылью, 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 пылью Мы с тобой стали пылью Я забыла о просторе Спряталась от мира в коме Я кричала им, где молча Прорываясь к небу сквозь сон Во мне открылось новое дыхание Мои глаза увидели другое То, что казалось невозможным Я ощутила связь природы День, когда я проросла из пепла Ночь, когда впервые я уснула На утро вещи стали пылью Жизнь до теперь считаю пылью Пылью, 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 пылью Мы с тобой стали пылью Пылью, 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 пылью Мы с тобой стали пылью Телерадиоканал Страна ФМ Сегодня у нас была премьера клипа пылью Элли Лил И сейчас нам Элли Лил Она же Лиза будет рассказывать Что там в Португалии Говорят, какой-то был шквалистый ветер Держались друг за друга Так и было Я бежала Меня режиссер ловил Чтобы я не упала Потому что он сносил Я никогда не думала Ну вот я поняла, что такое стихия Впервые в жизни А потом ты девушка довольно хрупкая Ну, не знаю Хотелось бы думать И ветер был очень сильный Такой холодный И погода очень резко менялась Мы едем, там солнце светит Через пять минут туман Вообще Португалья такое место Там и джунгли, и океан И пустыня, и все сразу Ну, там такое ощущение, что пересечение климатов Просто одновременно сразу Да, очень здорово Меня очень впечатлило это стало Лиза, скажи, пожалуйста Вот это касается и песни вопрос И видеоряда клипа, да Который мы только что посмотрели На песню пылью Ты на сто процентов довольна результатом Который получился? Или вот сейчас смотришь, слушаешь Говоришь, блин, надо было здесь перепеть Здесь чуть переснять Как-то что-то добавить Прямо вот на сто процентов Ну, я вообще, конечно, критик Но этот материал уже сделан, выпущен Я на тот момент так чувствовала Так ощущала И люди, которые со мной это делали Так же это чувствовали Поэтому это то, что было И отлично, и я рада Нет, вот относительно работы пыли Я вообще довольна И песня, и клип, и все Слушай, ну а вообще, когда выезжаешь В какую-то другую страну Там снимаешь клип Всегда много всяких историй Где-то, я не знаю, забыли реквизит Где-то языковой барьер возник Ой, да Что было такого прикольного Что запомнилось больше всего? Да, у нас как бы чемодан с камерой Сначала не прилетел А куда он улетел? Ну, нет, он прилетел в итоге Но просто мы его два часа искали Это было ужасно То есть ты уже сразу подумал Ну, ну ничего, на телефоне камера неплохая Ну, так и было примерно просто Ну, так и было, что у нас застраховано все Как бы ничего страшного Так посидели Нет, было... Ну, камера прилетела в целом сохранности Потому что такое дело Да, просто сначала Ну, ее куда-то не туда Просто там в негабарит Ну, в общем, долго мы, да, ее искали А так, да много было всяких историй На самом деле Просто прошло уже больше полугода Было очень весело, я помню Что мы там жили неделю Вот, нас было всего пять человек С нами был ребенок Вот, она нас развлекала Не знаю Даже не могу так сказать точно Короче, было классно Ну, вот смотри, получается альбом уже готов Да, и он как концепция, да, выстроен Как ты говорила Определенной стилистике, естественно Ты сейчас, вот послушав его уже готовый Да, ну, вот таким задним взглядом Ты хочешь продолжать в том же направлении Или все-таки говоришь себе Не, Лиза, я вот это сделаю Это у меня получилось хорошо И я, наверное, пойду немножко в другую сторону На самом деле Так как альбом, ну, продюсер Ну, саунд продакшн был одного человека Там вот прям видно, как он слушает В один период времени одну музыку И я тоже Мы можем назвать его имя? Да, Ник Лоуренс вообще Чтобы странно знал своих героев Одного человека Самый лучший, самый любимый В общем, суть в том, что Альбом, он развивался в музыкальном смысле По мере развития того, как мы слушаем музыку Вот, и сейчас мы сделали песни Они тоже уже по-другому звучат Потому что мы другую музыку сейчас слушаем Там завтра, может, ой Завтра, может, мы еще что-то третье будем слушать И он будет по-другому звучать Это вообще не привязано ни к чему Просто что нравится, то и делаем Да, по поводу концерта, который будет в четверг еще раз Напомним, чуть позже объявим Во сколько и где еще раз Всем нашим слушателям и зрителям Скажи, пожалуйста Ну, вот у тебя такое, оно очень мягкое такое, да Электронное звучание На концерте будет так же Или будет жестче, будет больше живых инструментов Гитары, барабанов Ну, мы стараемся в такой рока-попово перевести, конечно Но будет примерно так же Но хочется Но побольше драйва Да, хочется очень Мы стараемся этого добиться Мы репетируем по 6 часов в день, ночью Вот, сегодня тоже будем репетировать Ну, вы там на базе или как-то дома-то ночью? На базе Я думаю, а сыграю, а не спеть ли мне песню? Мы все собираемся на базе Прям уже плачем, устаем Ну, очень весело, на самом деле Прям Я очень люблю репетировать Я долго не репетировала И тут, когда мы начали к этому концерту готовиться У меня прям почти слез на глазах выступили Я так была рада видеть музыкантов Так была рада слышать живой звук А, кстати, по поводу слез А правда, что у тебя прям буквально за день до концерта курсовая работа? Да, правда И у меня еще не написано вторая Вот, краешка муха, услышай немножко У меня не написана вторая глава О! Вот Но я ее сегодня напишу, я думаю, что Я вообще не отчаянюсь Слушайте, товарищ преподаватель Вы видите, человек к успеху идет Тут у человека концерт большой Человек на телерадиоканале «Страна Айфа» Ну, поставьте вы как-то там, ну, пятерку Вообще не хотят Не хотят, да? Да, да Я им улыбаюсь, и билетик, и все Ничего, ничего Лиза, скажи, а ты разделяешь себя как-то вот, ну, скажем так На какие-то две составляющие Как не очень хорошо звучит, но тем не менее Лиза в профессии, да? На того, на кого ты учишься И Лиза в музыке, да Нет, вообще Это все Лиза одна, такая разная Я сегодня веселая, завтра грустная Сегодня я жесткая, завтра мягкая А ты можешь быть жесткой? Да Ух ты, ты знаешь К сожалению Почему к сожалению? Нет, нет, нет Жесткость — это очень хорошая черта характера И, кстати, вот именно в жесткости, в ярости Содержится энергия Это вот сейчас психологи говорят У них новое открытие, да, инсайты Очередное Слушай, красной нитью всего нашего разговора идет Что ты, так, общаешься со Вселенной Ты кидаешь ей какие-то такие запросы Да, ну я вообще с Богом я разговариваю Ну и со Вселенной Это можно по-разному называть Но я верующая Но у тебя это работает на 100% Да Вот скажи, пожалуйста То есть ты хотела быть певицей Ты сейчас певица А в долгосрочной перспективе На чьи лавры ты претендуешь? Можно, не знаю Мадонна, Риана Которая когда-то сказала, что она будет тоже Мадонной Но пока не состоялась Пока не знаю То есть? Ну, я живу сегодняшним днем У меня просто есть какие-то мечты, цели Чтобы я делала то, что мне нравится Чтобы у меня была семья Чтобы у меня был успех какой-то А семья, ты имеешь в виду такое женское счастье? Да, 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 я очень хотела А нет у тебя такой мысли, что как вот это все совмещать? Потому что репетиции по 6 часов и личная жизнь Там же борщи готовить надо Ой-ой-ой Я каждый день просыпаюсь с этой мыслью, что Что-то вдруг не получится Но я верю в то, что все хорошо будет Мне кажется, все получится Если каждый день с этой мыслью, конечно, получится Главное, правильный запрос в космос Да, нет, это вообще, вы знаете, есть еще время Да, конечно Я, в общем, 5 лет назад сидела, смотрела клип группы «Серебро» И думала, блин, ну они такие там, формы, все Как же режиссер, который их снимал, вообще там, бедный, снимал их И все мои клипы снял этот режиссер И я очень близко с ним дружу Ты его спросила, как он бедный? Да, нет, я ему говорю, понимаешь, я своей подруге это искала Говорю, блин, ну как вот этот Я даже не знала, как его зовут А потом выяснилось, что это он и есть И вот я с ним И стойкий юноша, да, нормально? Ну, теперь ты поняла, как все он делает Да, да Он просто держится Лиз, ну у нас время заканчивается Давай еще раз напомню Значит, вышел новый альбом Двух недель ему еще нет На всех площадках, да, из цифровых? На всех площадках Так, ребята, альбом-то как называется? Пылью Пылью так и называется Это, во-первых Во-вторых, буквально через несколько дней Говори, когда? Да, 24 мая в 20.00 Жизнь Пи Мой концерт, презентация альбома и мой день рождения Смотри, как разошлась, да? Приходите Не забудьте для Лизы подарочки обязательно У человека день рождения, между прочим Да, да, да Ну, и Лиза обещала нам тоже сделать подарочек Как только снимется клип на песню Не отпускай Да, песня, которая сегодня прозвучала живью у нас, правильно? Лиза тоже придет И прям нам тут запрезентует все в лучшем виде Да Лизонька, огромное тебе спасибо Слушай, как с тобой было хорошо, тепло, солнечно И по-доброму поутрину Спасибо тебе большое Приходи еще с новым клипом Обязательно ждем Друзья, у нас в гостях была Элли Лил Ну, Лиза моя так по-свойски называет Лизочка, большое спасибо Вам спасибо Пока, счастливо А в студии были Влад Кутузов И Валерия Майорова До завтра Пока Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин